здравствуйте дорогие слушатели и просмотрщики нашего канала отчего дома я сейчас нахожусь в отчим доме и очень этому рада довольна что я здесь здесь я уже третий раз третий раз я задают вопрос почему лицовики еще третий раз решила приехать за лето третий раз это очень как бы получается часто но как бы перри приезжая первый второй раз я себе открывала какие-то новые видения очень доме но не совсем до конца понимала еще всего происходящего и здесь не было в общем-то интересно себя почувствовать среде как бы обычной не такой как я приезжала на семинары была постоянно занята очень увлечена этими семинарами которые мне очень нравились мне захотелось узнать внутреннюю жизнь жители этого лучшего дома поближе с ними познакомиться их знать быть как они прорывают одни как встречают гостей с этой целью я сюда приехала и хотела сама почувствовать как это здесь потому что собственно мне здесь очень было комфортно все это время все эти разы я вот решила сюда приехать и не просто так приехать пожить на 10 дней на перезагрузке полностью чтобы уже отверг утвердиться и своих взглядах по-новому уже на некоторые моменты моей жизни еще раз и как бы начать жизнь можно сказать с нуля что ли не побояться вот и и еще я у меня день рождения здесь проходила я даже решила вот как бы с ними поближе сблизиться отметить здесь свое день рождения показать им что я с открытой к ним приехала душой и сердцем что я им доверяю чего не было в предыдущие приезды в первые два приезда конечно у меня были сомнения и доверие я это заметила как бы со стороны и батюшки и других жителей что я не до конца открыта ну вот в этот раз третий раз и приехал и не жалею что я приехала хотя в первый день мне произошел такой небольшой конфликт с батюшкой потому что батюшка так немножко меня зацепил и и ну может быть я сама зацепилась и все это такое но произошло так что я осталась здесь до конца перезагрузки батюшка мне сказал что ну я сказал так что ты не пожалеешь если останешься и я доверилась и и слав его словам а доверилась и его словам еще конечно с помощью жители этого дома алексея александра юля здесь была дорожина которая тоже мне помогла июля брежнева который тоже не мы делились с ними впечатлениями оказалось что самое главное это быть это довериться свое как бы свои чувства нельзя прятать внутри нужно их как-то выводить наружу и тебе будет легче и людям окружающие тебя тоже тебя могут понять и поддержать и помочь чем-то твоих трудных жизненных моментах вот я осталась но я в общем очень благодарна всем что я до конца здесь прожила и вот сегодня я уже уезжаю мне даже не охота уезжать мне даже слезы опять на глаза наворачиваются что я снова с ними расстаюсь вот ну чувствую что ненадолго потому что как бы я еще решила раз приехать может быть уже совсем тут остаться вот на ну как уже как волонтер поработать немножко помочь им и узнать буду ли я тут и полезно чем-то хотелось бы быть полезной ну как бы жить не только там ради себя ради своих детей внуков семьи ну и быть полезно еще и окружающим тебя людям которые в твоей жизни встречаются и так же помогают тебе хочется и самой тоже и занимается очень хорошим видом на этой земле душепопечительство это что-то для меня новое и было как-то начале этого я не понимала вот ну и до сих пор я еще конечно всего этого я не узнала но чувствую что это мое что мне тоже хочется жить вот такой вот их жизни как они живут быть вот таким открытым доверчивым и чтобы как бы тоже людей мне тоже верили может как-то посмотреть на себя с другой стороны и самое главное чтобы как бы вот в жизни у нас мы какие-то ставим цели там заработать деньги там красиво одеться на красивой машине покататься там время провести где-то съездить поотдыхать там по разным странам но все это как сказать не столько тебя вдохновляет и даже как бы успокаивать всегда что-то хочется нового свой внутренний мир скорее всего здесь ты хочется раскрываешь вот именно вот в этом пространстве здесь почему-то твоя душа как-то расцветает и хочется сюда приходить и день встаешь радуется чего не бывает в будние дни дома где-то там или даже я побывала в разных странах и бывает просыпаешься и как-то не совсем себя чувствуешь хорошо за границей а здесь вот как-то более спокойно вот так что вот до скорой встречи дорогие мои приезжайте сюда раскрывайте себя не бойтесь ничего вот помощь вам всегда придет спасибо спасибо смотреть на вас просто договори нам все может смотреть куда смотри в себя смотри на нас ну дорогие мои новые мама и папа я хочу вам сегодня перед вами быть честной до конца потому что вы меня уже все равно разделе до гола фигурально фигурально да вот и скрывать здесь нету смысла тем более что все все понимают с самого начала с самого начала я сюда приехала по рекомендации но прежде чем выслушать рекомендации я прослушала Евмения его лекции мне очень понравилось как он заражался все равно я подумала что нужно еще пощупать что это такое посмотреть в глаза этому человеку что он из себя представляет ну когда я его увидела тоже я была ну как бы поражена и доверия конечно тоже не было сразу потому что когда слишком симпатичные мужчины меня как-то настораживают вот и честно признаюсь что до сегодняшнего последнего мероприятия я была еще в таких вот сомнениях да или нет но вот эти письма с родителями я сегодня себя ощутила маленьким ребенком я ушла из дома в 19 лет где-то но решение я уже принимала где-то лет самостоятельно когда ждала когда мне 18 исполнится когда мне исполнилось 18 я уже решила что я созрела и могу все делать сама но больше папа и мама меня уже не волновали мама болела папа ну я поздний ребенок в общем то вот и вот уже 60 лет я все мечусь отчего дома у меня не было может говорить 16 лет и до сих пор его нет пыталась создать его сама не получается и до сих пор никак не могу ходила монастыри в русском было монастыре там у меня подруга в Таиланде была буддийском монастыре жила ну там больше понравилось чем в русском как бы вроде везде ждут но еще чего-то не хватает вот что я хочу сказать для меня сегодня очень дом но это какое-то открытие просто я не думала что такие красивые мужчины могут быть такими честными душевными ну и читать еще мои мысли к тому же вот и рядом симпатичная женщина думаю наверное тоже наученная оказалось совсем не так я восхищаюсь вами ну честно сказать я наверное варила свой отчий дом сегодня я просто поговорила с папой с мамой я даже не ожидала что так можно все понравилось ну до конца не было доверия сейчас я в растерянность что так может быть так что я с вами и душой и сердцем рекомендую всем я не думала что можно так круто свои мозги сломать починить 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 а подожди 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 я хочу тебе сказать я все эти дни наблюдал за тем как это происходило с тобой и я восхищаю что я видел тебе было трудно и ты как будто нет нет все таки не 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 я побуду а потом раз и шла и шла и шла и шла и дошла вообще и это это та же самая ты но очень проявленная сияющая я вижу тебя вообще просто спасибо за подарок такое очень ценное что ты подарила себе вот этому миру нашему спасибо вам алиса ты талантище спасибо большое ну насчет вот йоги нет я давно занималась йогой но то что я занималась я мне кажется что я это так а это ну это шикарно так что ничего страшного спасибо ну и конечно серёжа тоже ты для меня комеди клаб номер два даже твои маты меня не смущают твои нас смущают все спасибо мухультова очень дом здесь можно любить наслаждаться смеяться здесь можно рождаться и вновь открываться как розы цвести и как листи копасть и вновь расцвести и в грязь не упасть быть ангелом светом демоном злом и с батюшкой вместе кушать за столом фильм смотреть обсуждать их сюжет и говорить да или нет и богатеть и богатеть 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 душою конечно и сердцем не тлеть здесь открывается добрый сюжет и даже не важно сколько вам лет здесь верят вас здесь встретят вас радостью предложат поесть и баньку затопят с гитарой попеть с гитарой попеть здесь все очень просто и все так ни о чем называется очень наш дом и и и и и и и и